Поздравим с продолжением тренировочного процесса, с переходом уже ближе к паркету, с песочкой, вроде на более твердую почву, а там уже и зал недалеко. Какие ожидания от сезона и какие-то личные цели ставишь, если может у вас какой-то подбор, что-то еще такое, какие-то параметры, по которым ты лично хочешь что-то поднять, есть такое? Ну да, получается. Хочется все-таки выйти в плей-офф. Это командная цель, а вот по личному? По личному. Хочется просто выделиться, можно сказать, в команде, сыграть очень хорошо. Помочь, в основном вообще помочь команде, просто выйти в плей-офф. Все. То есть, в принципе, личные цели, они неразрывно связаны с командами, они плавно перетекают в это. Ну, для этого, что вам необходимо вратарски, у вас укомплектованный состав, как ты оцениваешь вот этих новых ребят в плане того, что сумеют они подойти к какой-то форме такой, чтобы вы чувствовали себя, за спиной у вас надежные опоры? Ну, парни у нас такие, воевые, так что я думаю, они нам по-любому помогут. Плюс тренер Алексей Вениаминович натаскает их как надо. Мы проведем параллель с прошлым сезоном. Ты, по сути, в основном составе провел весь, но в первую половину мы практически расстраивали параллельщиков, всех волгоградцев. А какая работа проведена над ошибками? Какие выводы сделали? Ну, в том, что меньше терять мяч и в том, что просто больше командной игры, ну и в основном игра в защите. То есть мы работаем в основном только над защитой, не над нападением. То есть вот у нас ушли несколько игроков, но опять же возьмем, да, в прошлом году новый тренер, как бы, ну, в любом случае при новом тренере всегда команда как бы строится заново. То есть даже с уходом вот некоторых лидеров, на твой взгляд, мы по сравнению с прошлым сезоном стали слабее, сильнее или остались на прежнем году? На данный момент, я думаю, сильнее, потому что, не знаю, с Дмитрием Викторовичем мы очень хорошо сейчас начали ладить всей командой, начали его понимать, начали понимать то, что он пытается до нас донести. И вот поэтому, я думаю, мы начинаем уже притираться друг к другу и, получается, уже с полуслова понимаем то, что хочет от нас тренер и все. Получается, сплав опыта, да, мастерства, переходящего приходят. Ну, все равно, блин, юные, 19 лет пацанам, мы здесь вообще такой состав интересный, здесь просто реально такие молодые люди. Просто приходится с дядьками играть, но это трудно, конечно, но без этого. Но это и мотивирует, да, в принципе, вы растаете на глазах, насколько вот я вижу. Ну, и не раз я видел, тоже все-таки дядек бьете. Что, приходится. А может, за счет этого, может, как раз и за счет этого вы включались в самой концовке, вырывали иногда концовки, потому что те подсаживались. У нас в Волгограде такая есть фишка, то, что именно только в конце мы начинаем играть, в конце, ну, уже чувствуем, горит. Вспоминайте, что это Сталинград все-таки, да? Да, и начинаем идти в бой. Вот, кстати, еще, да, много матчей было таких, я все комментировался, видел, да. Ну, минус 7, минус 8, все, бросили шапки на пол. Потом такая концовка просто, все стоят на ушах. А почему вообще так допускалось? Что, такой провал? Почему же это? Расслабляемся, видим сильное расслабление идет, когда мяч в мяч. Начинаем немного просто расслабляться и начинаем лететь. После этого так же опять понимаем, то, что все уже горит, уже тренер на нас кричит. Понимаем, то, что нельзя вот перед зрителями вот так вот проигрывать. Вот просто в минус 8. Были такие матчи, конечно, да, то, что и не добивали, уходили еще ниже, но старались все-таки. Подводили наших болельщиков этим, но старались. Данил, ну, желаем успехов и поменьше такого валидола наших зрителей. Продолжение следует...